Добро пожаловать на третий урок школы Roblox 2020. Давайте создадим place, который мы будем редактировать, новый. Выбираю шаблон Baseplate. Place, уровень, ну как в Roblox называют каждый уровень в игре place, он состоит из большой площадки, которая называется Baseplate. Это обычная деталь, просто она такая широкая, длинная, и на ней мы можем создавать другие детали. Давайте какую-нибудь детальку создадим. Материал, выбираем пластик, цвет пусть зеленый будет, нажимаем Part. Появилась наша деталь. Нажали кнопку F английскую и сразу перенеслись к нашей детали. Очень удобная вещь. Например, вы не видите деталь, где-то она за экраном, но она у нас выделена, она текущая, осталась. Нажимаем F и появляемся рядом с этой деталей. Самая главная кнопка, самая моя любимая, которой я пользуюсь чаще, чем Ctrl-Z. Ctrl-Z это отмена. Например, пододвинули деталь, хотим вернуть ее назад. Ctrl-Z. Двинули, потом двинули, двинули, двинули. Нажимаем Ctrl-Z, 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 Ctrl-Z. Она вернулась назад. Отлично. Также у нас есть кнопочки. Вернуть назад, вернуть вперед и так далее. Лучше пользоваться горячими клавишами, сочетаниями клавиш. Так вы быстрее будете делать и профессионально, как настоящие игроделы. Итак, давайте посмотрим, что у нас за окошко такое. Называется Explorer. По-русски переводится проводник. Это окно показывает все, что у нас находится на текущем уровне. Как вы, наверное, играли, если выиграли Roblox, вы знаете, что в одной игре может быть много уровней, много плейсов. Уровень называется плейсом. Так что я буду иногда так, иногда так говорить. Так. В плейсе у нас находится Workspace. Workspace это вот все, что мы видим в этом окошке. Там управление камерой. Про это мы пока не говорим. Какая-то местность, горы и так далее. Долины, реки. Baseplate. Просто деталька вот эта серая. И какая-то деталь Part, которую мы создали. Давайте я ее переименую. Переименовать можно просто кликнуть. Подождать. Part 1. А можно правой кнопкой, например, переименовать. Правая кнопка Rename. Или нажать кнопку F2. Так. Теперь у нашей детали есть имя. Если мы создадим еще одну деталь. То она создалась с таким же именем. О! Ну, всегда с одним и тем же именем. Part. Просто деталь. И помните, что здесь есть выпадающий такой меню. Можно несколько видов деталей. Кирпичик. Сфера. Клинышек. И цилиндр. Вот. Ну, мы с обычными пока с кирпичиками разберемся. Как в лего. Кстати, видите, вот эти пупырышки. Пупырышки в роблоксе называются стадами. Стад. Каждый пупырышек это стад. Все размеры, все расстояния измеряются в роблоксе. И скорости даже. Сколько-то стадов в секунду. Все изменяется в стадах. Вот мы видим, что наш кирпичик 4 стада на 2 и высоту, наверное, на 1. 4 на 2 на 1. Как поточнее узнать свойства. Какой размер, какой цвет у наших деталек. Давайте посмотрим на окно свойства. Вот здесь есть вкладка View. И вот здесь включаем Properties. Properties это и есть свойства. Так. Ну, я на секундочку забегу и изменю просто, чтобы у нас немножко отличались два кирпичика. И вот заметьте, что оба кирпича лежат на Workspace. Не на, а в Workspace. Вместе с Base Plate. Ну, никто нам не мешает в Base Plate положить нашу деталь. На самом деле ничего не изменилось. Про какие-то особенности вот таких вот вещей я расскажу в каких-нибудь уроках попозже. А так выглядит довольно симпатично. Можно положить все детали на Base Plate. Можно свернуть. И ничего нам не мешает. Так. Ну, ладно. Возвращаю все назад. На Workspace. Смотрим теперь на свойства. Заметили? Я на зеленый кирпич кликнул. Вот у нас здесь появился зеленый цвет. На желтый кликаю. Появился желтый цвет. И здесь тоже у нас выделяется то один кирпич, то другой. В зависимости от того, на который я кликнул. Я и здесь их могу выделять мышкой. Например, у вас огромная игра. У вас миллион кирпичей. Вы, конечно, можете запутаться. Тот или иной кирпич выбрать. Но у вас в Workspace, например, все отсортировано. Сделаны какие-то папки. Смотрите. Нажимаем плюс. Здесь можно добавить и деталь. Прямо отсюда. Вместо верхнего меню. А можно добавить папку. Папку давайте... Назову ее Bricks. С английского переводится как кирпичики. И вот в эту папку один кирпич положу. Так что у нас папка эта... Она невидимая. Она просто для упорядочивания каких-то объектов нужна. Можно папку в папке создать. Можно сделать папку, например, домики. Папку почтовые ящики. Папку комната Миши. Папка комната Маши. И так далее. И все детали, все объекты, которые в той или иной комнате будут лежать в той или иной папке. Это очень удобно. Вам легко будет искать их. Так. Возвращаемся к свойствам. Кстати, свойства. Давайте на Base Plate кликнем. Кликнули на Base Plate. И можем вот нашей площадке серенькой унылый цвет изменить. Делаем какой-нибудь синий, например, цвет. Ок. Я не люблю, когда у меня эти пупырышки видны. Я нажимаю View. И вот здесь есть такая кнопочка. Показывать вместо материала, из которого сделан. Но материалы сейчас не сильно важны. Показывать просто сетку. Кликнули. Сетку тоже можно менять. Вот видите. 2 на 2 стада. 4 на 4. И 16 на 16. Просто на медленных компьютерах так меньше тормозит редактор. Ну, у меня не очень быстрый, но относительно нормально сейчас все работает. Итак, давайте посмотрим, что за свойства у нас есть в деталях. Вот я выбрал желтый кирпич, который называется Part 1. Вот его имя. Name Part 1. Я могу его прямо здесь переименовать. Например, Part 11. Видите, здесь тоже сразу 11 название. Имена очень важны, потому что если мы хотим управлять этими деталями, если мы хотим у них менять какие-то свойства, мы обязательно должны знать имя этой детали. И эта деталь должна быть уникальная. Так что в одном и том же месте не должно валяться 20 кирпичей с одним и тем же названием, например, Part 11. Потому что Roblox... Вы даете команду, измени цвет кирпича 11. А Roblox найдет какой-нибудь непонятный кирпич 11 и изменит. А все остальные так и будут лежать без изменения. Понятно, что нужно все называть своими именами. С именем мы поняли. Имя Part 11. Здесь смотрим два вида цветов. Что за такое? Почему два? Дело в том, что когда сначала сделали Roblox, его делали похожим на Lego. Lego, когда набор вы покупаете, вы знаете, что у вас там есть определенный набор цветов. Например, черный, серый, синий, желтый, красный. Что-то такое. Ну, здесь побольше цветов. Они уже заранее подготовлены. Например, какой-нибудь красный цвет. Если вы хотите... Про вот это я не говорю. Эта штука называется «Отбрасывать тень». Потом в каких-нибудь других уроках. Дальше. Второй цвет смотрим. Смотрите, а что же делать в Lego, если вы хотите какую-нибудь вообще уникальную, красивую, там непонятную, с мордочкой или там с лампочками сделать детальку. Вы просто берете любую краску и любой краской красите поверх детали. Что хотите. Здесь в Roblox тоже самое сделали. Есть цвет кирпича, а есть просто цвет Color. И мы можем выбрать любой цвет. Совершенно. Ок. И смотрите, когда я меняю этот цвет, выбираю, меняются три значения. R, G, B. Это для красного, зеленого и синего. В школах, институтах вас, наверное, учили, что при смешении трех цветов можно получить любой другой цвет. Если все цвета будут... Все значения 265, то получится белый цвет. Если все цвета будут 0, 0, 0, как вот здесь 0, 0, то это будет черный цвет. Что-то посередине, например, 127, 127, 127, или у меня тут 140, будет серый цвет и так далее. Посмотрите, у меня есть несколько уроков про смещение цветов. Это не так важно. Итак, вы поняли, что любой цвет вы можете изменить, изменив свойства нашего объекта, свойства нашего кирпичика. А знаете, что даже наши игроки, персонажи ваши аватары, они тоже состоят из кирпичиков. Ну, точнее, не из кирпичиков, а из каких-то деталек. И у каждой детали можно поменять цвет. Ну, в Рублоксе еще есть такая штучка, что можно наклейки на каждую из плоскостей сюда, 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 наклеивать какие-то наклеечки с картинками. А можно даже несколько наклеить. Там, 2, 3, 4. Вот. Тоже, в принципе, как в Лего. Я это не буду показывать сейчас. Так, материал можно выбрать. Пластик, стекло и так далее. Эти материалы влияют на то, как выглядит в игре наша деталь. Ну, вы сами поэкспериментируйте, посмотрите. Так. Это уровень отражения. Так, давайте я отключу эту нехорошую вещь. Так, давайте посмотрим. У меня деталь пластик. Делаю уровень отражения. И видно, что облака начинают отражаться. Если я Reflectance делаю максимально. Если я его уменьшаю, то почти... Ну, вот видно, что облака все-таки еще отражаются. Но цвет просвечивает оригинальный. Тоже с этим можете поиграть сами, поэкспериментировать. Далее, важное свойство, которое я очень часто, очень люблю и использую. Для всяких ловушек, для секретов. Прозрачность. Вы можете... 0 это полностью непрозрачный. А когда мы ведем этот бегунок до единички, он становится прозрачным. Его как бы не видно, но курсор подводим. Видите? Это только в Roblox Studio. Игрок, конечно, не сможет увидеть, что здесь деталь. Так, давайте вернем прозрачность. Как было. Другие важные вещи. Про имя мы сказали. Parent. Родитель. Это где лежит... Где лежит наша деталь. Вот можно кликнуть и показать. Она лежит вот здесь, внутри. Кликнул на Base Plate. Но она в Base Plate не положила, она в Workspace положила. Так, давайте попробуем вот так. Во. Я кликнул. Красный кирпич лежит внутри зеленого кирпича. Давайте посмотрим, где наш кирпич. И получается, мы в зеленый кирпич положили наш красный кирпич. Хотя физически, по координатам и так далее, они лежат как будто бы... Как и лежали. Но иерархия изменилась. Итак. Не обращайте внимания вот на эту надпись. Это как бы сварка переводится. Weld. Это означает, что наша деталь была приварена, приклеена к какой-то детали, на которой она находится. Чтобы отклеить, можно просто удалить эту вещь. А можно просто подвигать. Вот давайте вверх поднял. Видите, она сразу отклеилась. Я двигаю ее вниз. Видите, белая вспышка. Это и есть момент сварки, склеивания. Если я отпущу, то сварка появилась. Стоит оторвать. Все, сварка исчезла. Ладно. Это не тема этого урока. Дальше смотрим, что у нас есть. Какие еще свойства. Ориентация. Ориентация это поворот. Про это я не буду сильно углубляться. Тоже видно, что... Где у нас ориентация? Три. Пока мы видим три значения. 0, 0, 0. Это значит, что у нас не повернуто. Ни на сколько. Вот я вращаю вокруг оси Y. Второе значение меняется. Если буду вращать вокруг оси X. Кстати, вспышка вспыхивает иногда. Когда горизонтально расположена параллельно нашей плоскости, то он приваривается к нашему бейсплейту. Вот. Ну и синяя это по третьей оси. Вокруг оси Z. Вокруг. Правильно ли я говорю? Так. Окей. Кстати, в Роблоксе есть такая штука, что сваривать можно только детали, которые не повернуты. У них вот такая вот деталь. Ее нельзя сварить с другой деталью. Простым способом. Ладно, тоже не тема этого урока. Так. С поворотами понятно. Позиция. Позицией мы очень часто будем пользоваться. Смотрите. Вот я двигаю деталь вверх-вниз. Так. Ну, у меня тут... Давайте. Вручную сейчас пишу. 0, 0, 0. Да. Через запятую. Три значения. Enter. Все. У нас не повернуто. Никуда. Так. Теперь. Теперь, если я буду ее двигать... Да. Все нормально. Так как у нас деталь была повернута, она двигалась сразу по нескольким осям. Вдоль нескольких осей. Вот. Теперь мы двигаем вверх-вниз. И видно, что меняется вторая координата. Это Y. Высота. Если вы путаетесь в этих осях, то у нас есть волшебный вот этот вот кубик, который показывает, куда эти оси смотрят. Видно, здесь Y нарисован. Зеленая ось. Вот. Зелеными стрелками вокруг. Ось X. Вот я двигаю, и у нас здесь первое меняется число. И ось Z в глубину. Меняется третье число. Окей. Мы сейчас вручную меняли, а мы можем из скрипта все это менять. Сейчас мы до скрипта доберемся. Так. Позиция. Ну и все. Вот основные свойства. Но есть еще два тоже основных свойства, очень важных. Anchored и Cancolite. Anchored – это значит приколочено гвоздями намертво. Можно даже в воздухе приколотить. Здесь используется слово anchor – якорь. Вот знаете, когда судно прибывает в порт, его ставят на якорь, чтобы она не болталась, никуда не уплыла. Вот точно так же мы можем на якорь повесить любую деталь. Вот если здесь мы поставим галку anchor, а у этой детали мы, например, никакого anchor не поставим. Видите, здесь. Запустим сейчас тестовую игру. Та, которая на якоре, красная деталь, останется висеть в воздухе, а зеленая, конечно же, упадет. Да, так и произошло. И смотрите, если мы сейчас… Должно сработать. Если мы сейчас красную деталь выберем, вот, и свойства при запущенной игре у нее уберем, то она упадет. Понятно. Остановили игру. Все вернулось так, как было. Так. Ага, canco light. Давайте теперь я еще раз запущу и посмотрим, на достаточном ли уровне, на достаточной ли высоте они висят, чтобы… Отлично. Красный кирпич висит, и я через него не могу пройти, потому что у него canco light установлен в истину. Давайте опять найдем. Так, не плеер мне нужен. Мне нужен на Workspace. Brick. Вот. Выбран красный. Порт 1, да. Давайте я попробую у него canco light, уберу галку. И все, через него теперь можно будет пройти, как угодно. Он теперь… Ну, как призрак, как привидение. Понимаете, вы его видите, а пройти через него можно пролететь, пуля пролетит, и сам он может пролететь через что угодно. Но он у нас, помните, на якоре сидит. Давайте попробуем. Якорь уберем. Почему-то на нем не сработало. Не знаю почему, честно говоря. Так, давайте остановим и лучше сделаем то же самое вот здесь. Canco light и anchored. И запустим игру. Красный кирпич должен упасть и пролететь через base plate. Да. Но мы видели только момент, как он здесь засветился. На самом деле он упал. Но он же как призрак теперь. Он упал через base plate и улетел вниз. Знаете, а давайте мы в base plate эти же свойства. Это же у нас тоже деталь. Давайте canco light уберем. И мы упали и летим. Разбились. Base plate тоже стал призраком. Видите, мы так через него и будем пролетать. Если мы поставим canco light, то сейчас мы респавнимся и уже опять появимся. Встали на ноги. В общем, поняли. Canco light. Collide, collision по-английски, это столкновение. Может ли сталкиваться? Может ли толкаться? Я думаю, что вы поняли. Поиграйте сами и поймите. Обязательно. Ну, а про то, что на якоре, тоже, надеюсь, поняли хорошо. Так, все. Про все свойства, которые мы будем часто использовать, вы поняли. Так, ну, еще вообще-то одно из свойств. Я останавливаю. Мне оно тоже нравится. Size, размер. Иногда, может быть, вы видели какие-нибудь уроки англоязычные или просто как профессионалы делают игры. Они бывают, ну, им лень растягивать. Scale, там, размер. Они просто идут и вколачивают. Размеры нужны. 4 стада на 4 стада на 4 стада. Хлоп. И у нас получился такой кирпичик. Если мы хотим, например, 4 на 40, хлоп, у нас появилась такая классная штука. И самое главное, когда вы пишете эти числа, вы точно знаете, какой у вас размер. Не на глазок, а точно. Так. Ну что ж. Давайте теперь попробуем скрипт. Напишем. Мы должны создать скрипт. Игра установлена. У нас есть здесь папка, называется Server Script Service. Здесь будут храниться наши скрипты. Нажимаем плюсик. Выбираем скрипт верхний. Не модуль, скрипт. Не модуль, не скрипт, а скрипт. Появился скрипт. Давайте сразу его переменуем. F2 нажал, пишу MyScript, например. Потому что любой скрипт, который я буду создавать, он всегда будет создаваться с именем скрипт. Можно запутаться. Не забывайте переименовывать. Это имя ни на что не влияет. Roblox любые скрипты запустит. Ну просто это для вашего удобства. И сразу Roblox нам напечатал команду такую, которая выводит в окно output. Давайте окно output я включу. Нажал вверху View, output вот. Оно там печатает Hello World. Привет, мир. Давайте запустим тест игры и увидим. Hello World напечаталось. Значит, скрипт наш сработал. Мы можем написать, например, не World, а Hello MyScript, чтобы узнать, этот скрипт печатает или нет. Hello MyScript. Отлично. Не будем эту строчку трогать. В других уроках мы с принтом мы будем решать задачи. Просто принт это скучно, а с деталями что-то делать не скучно. Давайте наши детали сейчас. Во-первых, мы должны их найти, как-то найти. Мы с вами знаем в Explorer, что они лежат в Workspace, в нашей игре, в Workspace. Так, в Роблоксе все лежит внутри игры. Game. Поэтому, если мы хотим добраться до какого-то объекта в нашей игре, мы пишем Game. Внутри игры у нас лежит наше рабочее пространство Workspace. Дальше, где у нас лежат кирпичи? Кирпичи лежат в папке Bricks. Но это я создал. У вас может быть без папки. Bricks. Дальше, какой мы кирпичик хотим выбрать. Например, Part 11. Все, мы добрались до нашего кирпича. Это ссылка на наш кирпич. Что лежит в нашей игре? В игре лежит Workspace. В Workspace лежит папка Bricks. В Bricks лежит наш кирпичик под названием Part 1. Так, давайте я этот назову Part 2. Это будет Part 1, а это Part 2. Так, я забыл. Красный кирпич, это Part 1. Окей. Давайте мы его сейчас будем менять. Давайте его цвет изменим, сделаем зеленым с помощью нашего скрипта. Так, а помните, что цвет в нашей детали это свойство. Поэтому пишем имя детали написали, теперь мы должны написать имя свойства, до которого хотим добраться. Будем менять его цвет через BrickColor. BrickColor. Ну, эта команда, видите, красным цветом подчеркнута. Роблоксу что-то не нравится. Так, я курсор задержал здесь, и видите, внизу маленькими буквами написано незавершенное выражение. Ожидаем присваивание. Ну, он ожидает, значит, равно. Равно означает то, что справа, например, единичка. Нужно занести сюда, то, что слева. Занести в BrickColor, цвет кирпичика, какое-то значение. Ну, единичка не сработает у нас здесь. Можно перенести на другую строку. Могу вот здесь писать, ну, давайте я буду писать на другой строке, чтобы на экран помещалось. Будем заносить туда BrickColor. Я большую букву B впечатал, и мне Роблокс уже подсказывает. А вы туда хотите BrickColor? Да, хотим BrickColor. А какой BrickColor? Нажимаем точку, и он нам сразу уже подсказывает, например, Black. Видите, оказывается, уже есть какие-то названия для этих цветов. Так, ну, я тут, тут короткая строчка, я могу вполне возможно вот так разместить. Итак, если мы сейчас запустим игру, то наш скрипт выполнится. Первая строчка напечатает привет этот. Вторая пустая, третья выполнится. Цвет. Черный цвет станет у нашей красной детали. Давайте запустим и посмотрим. Кстати, запускать можно по клавише F5. Нам Роблокс тоже подсказывает, если курсор мы двигаем. Держим над кнопкой. Итак, красная деталь станет черной, пожалуйста. Ой, и она куда-то улетела. Она у нас же не привязана. Entered. Ну, по крайней мере, так, свойства. Окошко свойства я закрыл. Так, давайте этот Properties, я его вот сюда перенесу. И теперь можно внизу вкладками менять. Либо Explorer, либо свойства. Удобно. Место не занимает. Так, какое свойство нужно у нас вернуть назад, поставить галочку, чтобы у нас не падала Anchor. Все, красный у нас будет кирпич висеть. Запускаем, проверяем. Да. Кирпич никуда не упал. Ну, черный цвет остался. И коллизии. Can Collide. У нас тоже там галка не стоит. Поэтому мы можем спокойно ходить как через приведение через эту деталь. Ладно, хорошо. Давайте теперь мы исправим. Не здесь кликнем и свойства галочки исправим. А давайте теперь в скрипте напишем, чтобы Can Collide, чтобы мы не могли ходить через него. Пишем. То же самое. Добрались до нашего Part 1. И пишем уже свойства Can Collide. Вы можете подсмотреть, как оно пишется в этих свойствах. Can Collide. Сюда мы можем занести либо галочку, либо отсутствие галки. Галка – это истина. Отсутствие галки – ну, вот. Вот эти вот галочки, да? Отсутствие галки – это ложь. Так. Can Collide. Там должна быть галочка. Там должна быть истина. Истина по-английски пишется вот так. True. Нам подсказывает Roblox. True. Вот. Даже подсветил ее. Хочу сказать, что ложь пишется вот так. False. Мы можем либо True, либо False написать. Окей. Давайте проверим, как работает наша игра. Мы теперь, наш персонаж, не сможет проходить через наш черный кирпич. Отлично. Отлично. Так. А давайте подождем, допустим, пять секунд и сделаем опять его призраком. Наш красный. Так. Кто-то мне там в мессингере пишет из конца сообщение. Так. Давайте, во-первых, мы его цвет поменяем. Давайте пока просто поменяем цвет на красный опять. BrickColor и, наверное, по логике я скопировал строчку Ctrl-C, Ctrl-V, чтобы не печатать. Вместо Black давайте, что нам Roblox подскажет. Можно написать Red. Например, Red. О, Random. Классный цвет. Нам всегда будет случайный цвет подставляться. Сколько бы мы раз игру не запускали, у нас всегда будет случайный цвет. Random. Это очень полезная команда, чтобы... О. Так, ребята, я что-то не понял, почему сразу зеленый цвет. Так, давайте Wait 10 сделаем. Может, просто пока у меня игра грузилась, пока мой игрок заходил в игру, эти 4 секунды и прошли. А, да, так и есть. Видите, у меня долго проходит. Так, раз, два, три, четыре. Оп, цвет изменился. Отлично. У вас точно так же может медленно игра запускаться, так что с паузами. Что же я здесь написал? Я здесь написал скрипту нашему. Roblox командует. Подожди, пожалуйста. Подожди, сколько? Подожди, 10 секунд. Можно писать не целое число. Можно, например, подожди 10,5 секунд. Тогда пишем 10,5. Если подожди полсекунды, можно написать так. Точка 0,5. Но я всегда... Ой, точка 5. Я всегда пишу, начинаю с цифры. Ну, потому что так красиво, более красиво выглядит, более правильно. Итак, оставляем десятку. Итак, цвет наш меняется. Давайте сделаем еще паузу. Паузу, чтобы он подождал, например, одну секунду. Цвет изменился. Он дает нам секунду, чтобы мы среагировали. После этого он CanCollide убирает. Наша платформа опять становится призраком. И мы через нее опять... Ну, не опять. Мы через нее упадем. Так что в реальной игре мы бы могли подсказать сменой цвета нашему игроку, что сейчас что-то произойдет, и тебе нужно прыгнуть. Оп, я прыгаю. Оп. Ну и все. Все, как я и хотел, совершилось. Так, ну что нам нужно еще? Что можно еще нам изменить? В принципе, урок подходит к концу. Давайте теперь с другим кирпичом разберемся. Цвет через BrickColor мы вот таким образом меняем. Но... Так, давайте со вторым. Так, так, так. Скрипт выполняется по порядку. Сначала первая, вторая, третья, четвертая. Если пауза в скрипте, то остальные строчки ждут. Поэтому, чтобы не ждать каждый раз для проверки того, что я напишу сейчас... Так, давайте я напишу, кстати, два минуса. Минус-минус. Это комментарий. Эта строчка перестанет работать. Но она будет видна, но Roblox ее будет игнорировать. Он будет сразу перескакивать на вторую строчку. Про это есть другие уроки. Не обращайте внимания. Итак, берем второй кирпич. Вот он, наш второй кирпич. И меняем у него цвет. BrickColor. BrickColor. Но теперь, если мы пишем BrickColor, точка, смотрите, как нам мало дает выбрать. Всего семь цветов. Или даже шесть. А когда мы выбираем в игре BrickColor, вот BrickColor, посмотрите, какое их огромное количество. Когда мы двигаем курсор, нам название цвета пишут вот здесь. Давайте вот Crimson. Или давайте какой-нибудь Butter Milk. Что-то мне не нравится. Так. Ну, пусть будет зеленый. Forest Green. Какой-то лесной зеленый. Запомнили это название. Forest Green. Так. А Forest Green здесь у нас нет. Но зато у нас есть вот такая штучка. Новый цвет. И новый цвет мы можем в кавычках написать Forest. Обязательно пишите. А, вот нам подсказывают. Очень хорошо. Roblox, в принципе, знает, что мы какой-то цвет здесь хотим. Он подсказывает. Потому что можно написать, например, с двумя, с одной E. И у нас ничего не произойдет. У нас будет ошибка, и скрипт перестанет работать. Так что, хорошо, что Roblox Studio нам подсказывает. Итак, запускаем. И у нас сейчас вместо... Не помню, какой-то у меня был цвет. Сейчас должен быть у второго кирпичика зеленый цвет. Да, вот. Отлично. Все сработало. Вы поняли, как менять, как выбирать из большой палитры. Давайте я теперь закомментирую Brick Color. И на этом же кирпичике последнее, что мы в этом уроке делаем. Давайте мы изменим у него цвет. А помните, что цвет мы можем любой совершенно сделать. Цвет. Пишем Color. Color 3. Потому что он у нас будет из трех компонентов. RGB. Точка. И он подсказывает. Можно сделать преобразование цветов. Но это тема урока для преобразования цветов. Нам нужна вот эта вот вещь. From RGB. Из трех значений. RGB. Давайте посмотрим. Выберем какой-нибудь цвет классный. RGB. Например. А, зачем выбирать? Я помню. Черный цвет. Помните, черный цвет? Это 3 0. 0 0 0 0. А белый цвет это 3 раза по 255. Запускаем. Если цвет поменялся. То все отлично. Да, вот он. Черный цвет. Оп. Провалились. Про скрипты сразу еще одну вещь я расскажу. Смотрите. Можно добавить еще один скрипт. и я его давайте переименую скрипт 2. Когда запустится игра Roblox, оба скрипта начнут выполняться. У каждого выполнится первая строчка, вторая, третья и так далее. Давайте я вот все, что касается нашей, нашего маленького кирпичика, я перенесу во второй скрипт. В первом вот этот большой скрипт мы превращаем из призрака вне призрака и так далее. Ждем что-то. А во втором скрипте просто меняем цвет. И давайте мы сделаем вот так. Сделаем wait например 8 секунд и сделаем наш кирпич маленький белого цвета. И вы увидите, что у нас два скрипта, а здесь вы можете хоть что сделать, что они работают одновременно, параллельно. Запускаем и наблюдаем за нашим маленьким кирпичиком. Сначала он должен черным стать, потому что мы его в скрипте в первой строчке нашего скрипта сделали черным. Вот. И прошло 8 секунд и он стал белым. Ну и естественно тот скрипт продолжал работать. Вот так и делают игру в Роблоксе. Очень много скриптов добавляется в разные места. Не только здесь. Можно внутрь какого-то объекта, какой-то детальки добавить скрипт. Можно добавить скрипт внутрь фонаря, который стоит на улице. И этот скрипт будет смотреть какое время суток и будет включать свет на улице. Ну смотрите, у меня есть такие уроки. Несколько про фонарей. На этом мы заканчиваем наш первый урок, где мы учимся делать скрипты. Надеюсь, вы попробуете сделать раскраску нескольких блоков, сделаете что-то подобное и будете тем самым готовы к следующему уроку по скриптам. Всем пока. Шлем донаты, подписываемся, лайк и так далее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!